Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube. И сегодня у нас, во-первых, с вами, как видите, очень новогодняя, но при этом немножечко расслабленная домашняя атмосфера. Мы снова снимаем дома. Я помню ваши запросы о том, чтобы в такой неформальной обстановке показать немножечко то, что у меня из уюта происходит. И мне кажется, что сегодняшнее видео вообще идеально подходит под эту тематику. Мы сегодня говорим про фавориты условно всего этого года или, по крайней мере, последнего времени. Что меня зацепило, что мне действительно нравилось, что проверено временем, и что я действительно могу смело вам рекомендовать. Так что, если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. Также я хочу напомнить о том, что до 31 декабря у нас действует специальная цена на приобретение записей вебинара Trendbook 2022, а также самого Trendbook на более чем 500 страниц. Это документ в PDF-формате со всеми трендами предстоящего года о будущем моде в 2022 году, о самых ключевых силуэтах, по 30 форм лука на каждый абсолютно сезон, по силуэту на все моменты гардероба. Мы поговорим о правильных и верных проверенных сочетаниях внутри вашего гардероба, о том, как создать функциональный гардероб и актуальный. Мы поговорим о 15 мастхевах, обязательных в предстоящем году, а также о том, что утеряет свою актуальность. Мы обязательно обсудим фактуры, материалы, самые популярные в предстоящем году, о которых сейчас еще никто не знает. Мы поговорим о цветах и их сочетаниях, и о принтах. Узнаем о брендах-трендсеттерах, на которые нужно будет равняться, а также о людях, на которые тоже можно уже подписаться, чтобы быть в курсе всего и впереди планеты всей. И этот вебинар сам будет длиться даже более чем 3 часа, так что его запись, которую вы приобретаете, это полноценный такой масштабный мастер-класс, плюс сам документ Трендбук 2022, которым, я уверяю вас, вы будете пользоваться весь предстоящий год. Это такой масштабный форкастовый ивент, который я провожу раз в году, и запись которого вместе с Трендбуком вы можете прямо сейчас по специальной цене до 31 декабря приобрести. Для этого просто кликайте по ссылке под этим видео, там будет и ссылка, и все абсолютно детали. Начнем, я думаю, что с бьюти-фаворитов. На самом деле, в этом году я должна сказать, что не уверена, заметно это или нет, но я больше прокачалась по макияжу, при том, что вы знаете, что это не моя сильная сторона. Для большинства видео здесь на канале я сама крашусь, просто потому, что процесс вот этого глэма, когда кто-то приходит и себя красит, он немножко утомительный для меня, я это делаю исключительно в каких-то суперсъемках отдельных, чаще всего фотосъемкой или ивентой. Поэтому мне постоянно приходится прокачиваться в макияж для себя. И из макияжной темы главное, что я открыла на 100%, это вот такой тинт, это не совсем даже тинт, это как жидкая, но более матовая помада с матово-сатиновым финишем. Это бренд Chanel, который, кстати, очень долго лежал у меня в косметичке, и я как-то что-то пробовала, но не оставалась с этими продуктами, а тут как-то я раскусила фишку этих продуктов. Помада называется Rouge Allure Ink Fusion, оттенок 804, Mauve Nude, и это такой действительно микс розового и бежевого в очень правильной пропорции, он более приглушен, но сейчас у меня на губах, может быть, я его уже, кстати, съела, но всякое бывает, если я его просто наношу, то он достаточно долго вот этот тинт на губах оставляет, и он нейтрально красиво смотрится, он становится слегка приглушенным, глубоким, и очень похож на оттенок мой натуральный губ, поэтому не слишком ярко. Я очень яркие помады редко наношу, но вот иногда для того, чтобы подчеркнуть губы, особенно на съемке, потому что когда есть искусственный свет, он очень съедает макияж. Вот вам сейчас кажется, что я в каком-то вообще, либо я без макияжа, либо я в естественном макияже, но нет, друзья, на мне несколько слоев разных штучек-дрючек, и скульптор один, и скульптор влажный, и скульптор сухой, и румяна влажная, румяна сухая, бла-бла-бла, поэтому это вообще отдельное искусство, я прекрасно понимаю, почему люди, блин, учатся на профессии визажиста, потому что это совершенно отдельная тема, и я однозначно не профессионал, поэтому я думаю, что в течение видео различных на канале вы могли видеть мой прогресс, ну или регресс в некоторых ситуациях с макияжем, но вот эту штуку я могу рекомендовать, она вообще, знаете, для совсем болванов, таких, как я в макияже, ее просто взял-нанес, я причем наношу аппликатором просто одну точечку, а потом начинаю кончиком пальца подушечкой размазывать его, чтобы он не был слишком четкий, по контуру был такой эффект поцелованных французских губ, его очень надолго хватает, я купила это средство, ну, миллион лет назад, ну, не миллион, ладно, ну, мне кажется, что год назад, полтора года назад, два, не знаю, может, уже, кстати, нельзя им пользоваться, ну, в общем, ситуация в том, что на самом деле он расходуется очень экономно, и у нас, я не знаю, есть у вас такое или нет, но если у вас есть какая-то такая сеть, они обычно предновогоднее время делают скидки, поэтому у нас есть бракард, и они где-то минус 40% начинают делать вблизи Нового года, и потом еще один раз в год, я обычно жду этого момента, чтобы какие-то штучки закупить, особенно небюджетные, так вот, вот этот тинт, слэш-помаду, слэш-что бы это ни было, я очень рекомендую, проверено временем, ничего с ним не происходит, на съемках долго классно держится, и в течение дня тоже. Следующий продукт, от которого я в восторге, я, я могу сказать, что я, наверное, была бы амбассадором вообще, если бы, если бы Глассе пришел официально в Украину, и если бы он искал амбассадора, я была бы только за, потому что это один из моих любимых бьюти-брендов, при том, что он достаточно нишевый в бьюти-индустрии, конечно, у него же не такие масштабы, как у гигантов, но то, что они делают абсолютно уникально, комьюнити, которые Глассе сумели с помощью своих продуктов и позиционирования построить вокруг себя, это сумасшедшая просто легенда маркетинга, а и качество их продуктов меня очень-очень устраивает, я обожаю, обожаю их бьюти-какие-то новинки, но вот эти духи со мной уже с момента их появления на рынке, я впервые их попробовала вживую, будучи в Нью-Йорке, в их флагманском магазине, и после этого для меня не существуют никакие другие духи, что бы я ни пробовала, меня чего-то тошнит, что-то мне не очень нравится, какой-то аромат я просто целый день чувствую на себе, если даже он приятный, то в какой-то момент тебе просто становится очень тяжело его ощущать, и я человек, который очень легко может мутить, реально я иду, я чувствую аромат, и мне хочется пойти помыться, поэтому на самом деле это тот аромат, который ты чувствуешь только нанося, и потом просто забываешь о нем, но люди вокруг постоянно, я не шучу, не было раза, когда я куда-то бы не зашла впервые, или в начале, и в конце мне не вы сказали, а что это на вас такое, какой классный аромат, ой, кстати, у вас такой приятный аромат, все абсолютно, люди думают, что это какие-то нишевые духи, это какие-то очень дорогие, какой-то Tom Ford, и когда я говорю Glossier, большинство людей вообще не знают, что это за бренд, я им всем открываю страничек в инстаграме, показываю, показываю эти духи, и вы уже даже не представляете, какое количество я клиентов бренду привела, я уже должна комиссию получать, потому что все люди, которые хоть раз попробовали Glossier U, навеки просто с этим ароматом, всем он очень нравится, он очень-очень нежный, приятный, и что интересно, на каждом раскрывается по-своему, тут уникальная, очень интересная, необычная упаковка, которая привлекает внимание, она в том числе очень эстетичная, как и все продукты бренда Glossier, официально этот бренд в Украине не представлен, поэтому я его покупаю через байеров, есть в инстаграме байера, которые, по крайней мере, для Украины доставляют, они называются Adding Glow, если я не забуду, я оставлю ссылку в описании под этим видео, я через них заказываю обычно целую партию, например, 5-7 штук, и я еще люблю их очень дарить, потому что из-за того, что они на каждом раскрываются по-своему, им нравится абсолютно всем, в итоге каждый для себя находит в этом подарке такой уникальный аромат, так что Glossier U очень рекомендую, и нет, меня не пугает история с тем, что люди будут пахнуть так же, как я, потому что, как я уже говорила, во-первых, этот аромат раскрывается на каждом по-своему, во-вторых, мне кажется, что в этом ничего такого страшного нет, для меня самая странная какая-то ситуация, я вот не раз, небольшое такое ответвление, я не знаю, видели вы или нет, какие-то видео с, допустим, я не знаю, что в моей сумочке, или просто видео о каком-то человеке, и вот она такая вся, величественная, загадочная, спрашивают у нее, ууу, вы так прекрасно пахнете, или что-то про аромат, это мой секрет, я никому не рассказываю, что на мне за аромат. Если честно, это такой немножко для меня всегда пафосный, странный момент, я могу понять, почему человек не рассказывает свой адрес, где он живет, но не рассказывать, какой на нем аромат, это самое странное, что я когда-либо слышала, я каждый раз слышу, и мне кажется, что это очень претенциозно, и как бы мне кажется, что если человек свою личность, свой характер, свою особенность, identity ассоциирует исключительно с ароматом, и думает, что если кто-то подушится так же, как он, то там его, не знаю, спутают, то вот в этом, наверное, корень проблемы кроется. В общем, обожаю этот аромат, всем очень советую. Следующее, в общем, о чем я расскажу, это мой фаворит последних, откровенно, где-то полугода, начиная с летнего периода. Вообще, с этим брендом Институт у меня интересная история, все началось еще с их серума, сыворотки с витамином С, она очень приятная, она просто впадает в кожу и не ощущается на коже, и я ее взяла с собой еще в поездку, тестила до поездки в Греции, когда они мне ее прислали, потом я взяла с собой в поездку в Греции, и это идеальное абсолютно средство, как раз для стран с потенциальным загаром, чтобы антиоксидантное действие на кожу оказывать, чтобы ничего там, никаких воспалений не было, чтобы клетки кожи буквально, да, не старели настолько активно. И я очень брендом заинтересовалась. Потом была небольшая пауза, и в момент, когда я как раз искала какой-то более легкий крем, потому что все мои кремы, они какие-то были достаточно плотные для лета, я обнаружила для себя, опять же на странице бренда Институтум, вот этот крем, и когда я увидела, что он в названии здесь Hydro Boost, Hydro Burst, я когда увидела, что здесь название Hydro Burst и вообще название этого крема, с позволения сказать, даже не до конца крем, Hydro Fusion, то здесь у него такая водянистая основа, и текстура просто невероятная. Во-первых, кроме всего остального, с эстетической точки зрения у них красивые еще упаковки, и оттенок самого крема действительно напоминающий просто воду, которую ты себе можешь представить, но ощущение этого крема на коже просто непередаваемое, потому что он как крем, как эмульсия, как гель, он очень быстро впитывается, уже ничего не остается на коже, он супер сильно увлажняет, а у меня комбинированная кожа, поэтому в Т-зоне она достаточно быстро жирнеет, особенно летом, и если я какой-то макияж наношу или не ношу, не важно, но вот эта зона, особенно с каким-то плотным кремом, просто страдает, и я очень давно на самом деле искала крем вот такого формата, нигде не находила, и когда нашла вот этот Hydro Fusion, я была просто в восторге, и я начала им пользоваться летом, и продолжила, и пользуюсь на самом деле до сих пор, это уже моя, мне кажется, мне кажется, что вторая баночка, могу ошибаться, и также сейчас его со мной здесь нет, он у меня затерялся, к сожалению, в последний раз где-то, и я теперь заново буду его приобретать, это тоник гликолевый, очень классный, он создает, также вот бренда институтом, он создает такую очень приятную, отшелушивающую функцию для кожи, и мне он нужен, опять же, потому что у меня кожа, особенно в определенный период цикла, девушки меня поймут, склонна к определенной текстуре, она сразу проявляется, вы это видите, я не могу это объяснить никак иначе, как будто бы вы змея, и сбрасываете кожу, но одновременно с этим, все поры, которые у вас были вовнутрь, теперь извне, они как выпуклые, такие, не знаю, текстурированные штучки на коже, ты их очень ощущаешь, и особенно не видны, когда макияж наносишь, так вот, вот этот гликолевый тоник, он идеален, потому что у него очень мягкое действие, он очень аккуратно выравнивает тон кожи, действительно, и в комплексе с вот этим кремом, они работают просто прекрасно, более того, что для меня безумно важно, и со всеми средствами, которые я использую для себя, самый главный момент, это то, что я все абсолютно средства, уходовая, чекаю со своим косметологом Машей, без ее рекомендаций, я ничего на свое лицо не наношу, ничего не использую, в том числе, декоративную косметику, Маша идеально читает составы, и знает, что мне можно, что нельзя, или вообще, что токсичное, не стоит даже притрагиваться пальцем, поэтому, когда она, а она очень редко что-то одобряет, когда она восхваляла, вот этот бренд институтом, этот крем, этот тоник, и также, этот серым с витамином С, и в целом, она посмотрела составы бренда, и была очень вдохновлена, я сразу поняла, что это зеленый цвет, и можно пользоваться, поэтому я и вам рекомендую, и ссылки на эти продукты, я также, как и на все, в принципе, продукты, надеюсь, упомянутые, если они есть в онлайне, оставлю внизу. Следующее, мы уже переходим к модным фаворитам, и мой первый модный фаворит, на самом деле, это вот эта сумка, она очень смешная, эта сумка бочонок, сумка ведерко, от украинского бренда Бевза, и она, если посмотреть по цене, достаточно бюджетная была, но ее функционал просто не ограничен, это как раз тот случай, когда она отрабатывает каждую копейку, которая она стоит, и она еще и не разорила полностью кошелек, при этом она выглядит просто божественно, и я просто не могу пересчитать количество раз, когда она мне пригодилась, она идеально подходит под любой наряд, потому что она структурированная, она в базовом черном цвете, с аккуратной вот этой ручкой ее ведерко, она полностью закрывается и затягивается, поэтому достаточно безопасно, она очень вместительная, и она из-за того, что она из сатинового материала создана, прекрасно подходит под обычный лук, такой как на мне сегодня, кстати, на мне сегодня тоже платье украинского бренда Бевза, которое я очень люблю, и она подходит под вечерние луки, и я уже не раз надевала ее со своими вечерними луками на какие-то мероприятия, поэтому это как раз тот случай, когда данная сумочка, она может казаться смешной, и возможно даже для кого-то нелепой, но она настолько функциональна, настолько классная, и всегда приковывает взгляды, потому что это очень необычная форма, что я могу подобную на 100% рекомендовать, я не знаю, представлена ли она сейчас у бренда, но я видела, что ее на сайтах ритейлерах еще можно где-то словить, и если вам удастся ее словить, я бы ее на 100% покупала, потому что вы будете просто удивлены ее функционалу. Следующая сумка тоже из моих модных фаворитов, это однозначно вот эта зеленая ботега, ботега-кассет, пэдд-кассет, то есть более такая плотная, она на подушечку похожа, во-первых, этот красивый, красивенный зеленый от Дэниэл Али стал уже знаковым, и Дэниэл Али ушел из бренда ботега, поэтому на самом деле некоторые позиции, не все, но некоторые позиции ботега, им суждено жить долго и счастливо, и мне кажется, что эта сумка это одна из них, несмотря на то, что она такая яркая, и многих она таким насыщенным, бросающимся в глаза цветом может оттолкнуть, если честно, она гиперфункциональная, она очень вместительная, она совсем абсолютно сочетается, этот зеленый, он настолько насыщенный, красивый и чистый, что к чему бы ты его ни приложил, к моему сегодняшнему наряду, к черному, белому, молочному, желтому, фиолетовому, розовому, совсем этот оттенок чистый, будет считаться, смотреться красиво, и на фоне, кстати, каких-то контрастных, бросающихся в глаза принтов, эта сумка будет очень гениально выглядеть, например, у вас есть леопардовое пальто, или зебровая блуза, допустим, или какая-то, я не знаю, юбка в гепардовый принт, что угодно, так вот, как раз, с такими насыщенными, даже животными принтами, она будет прекрасно работать, контрастно-цветочный принт, со всеми принтами, этот оттенок, эта форма будет работать, и еще один ее секрет, это то, что она структурированная, это значит, что она держит форму, соответственно, вы таким образом будете, даже самый мягкий наряд, немножко собирать, следующий мой модный фаворит, это, и, кстати, я должна обратить ваше внимание, что часть моих фаворитов, она бюджетная, часть достаточно люксовая, я надеюсь, вам это комфортно, в любом случае, это правдивое, это действительно то, что я ношу, и у меня в гардеробе, где-то 50%, это бюджетный сегмент, и среднеценовый сегмент, и 50% люкса, поэтому все ровно так же, как и в моей обычной жизни, вот эти слингбеки Шанель, я считаю, что это вообще произведение искусства, я недавно, очень интересно, есть такой комистор, это комиссионка Оксаны, Оксана Рим, у нее ник в инстаграме, это девушка из Москвы, очень стильная, и она сделала свою комиссионку, где люксовые вещи продаются, и кто-то выставил на продажу вот эти слингбеки, такие же, я была в таком шоке, потому что я не могу представить ситуации, в котором я бы решилась вообще с ними расстаться, несмотря на то, что они опять же достаточно яркие, они бросаются в глаза, они золотые, боже, с бантиком, с черным носочком, на каблуке, бла-бла-бла, они такие классные, они так поднимают настроение, они настолько прекрасно работают с какими-то даже совершенно базовыми луками, по типу джинсы и рубашки, джинсы футболки и жакета, но и с вечерними образами, они будут выглядеть просто замечательно, и на самом деле, в кардеробе обязательно должны быть позиции, которые не просто функциональные, базовые, сочетаются, а еще и приносят вам удовольствие, очень мало сказано о вещах в гардеробе, которые приносят вам удовольствие, вот ты смотришь на нее, и тебе приятно, а в принципе вещи, в том числе, для этого и покупаются, поэтому на самом деле, вот эти слингбеки, если вы где-то увидите, если вы, допустим, хотели бы что-то из люкса себе приобрести, очень советую, или можно ими вдохновиться, и найти что-то в среднем ценовом сегменте, или в масс-маркете, но вот как раз золотая обувь, в более классическом стиле, очень классно смотрится, и недооцененно, они очень мало говорят, с точки зрения того, насколько она сочетается со всеми, даже базовыми луками, следующий мой модный фаворит, это опять же, мы переходим к бюджетному сегменту, это вот такие сумасшедшенькие, резиновые, у них такая оранжевая внутряночка, резиновые сапоги H&M, это их была, у них есть такие иногда лимитированные, или отдельные капсульные коллекции, это была одна из них, я их выловила, и их не было на каком-то сайте, по-моему, Великобритании, но были на сайте Германии, в общем, всегда нужно смотреть на различные страны, в Украине, в принципе, не было, до Украины доезжает, из H&M, мне кажется, ну, процентов, блин, честно, мне кажется, процентов 20 всего ассортимента, особенно лимитированных коллекций, очень грустно мне по этому поводу, поэтому постоянно приходится пользоваться услугами байеров, я бы очень советовала байеров, которые называются Plum Store, у них тоже аккаунт в Инстаграме, я, если не забуду, обязательно залинкую их под этим видео, они супер классные, супер проверенные, они даже привозили мне мелкую мебель сюда, в квартиру, по заказу, они приводили нам с Костей вещи, мне вещи, книги, подставку для гитары, господи, чего только не привозили, очень классные ребята, очень советую, так вот, вот эти сапоги, я их увидела и сразу, вспомнила коллекцию Selene Prefibi Filo, только тогда были сапоги невысокие, достаточно короткие, но форму, массивность, все впечатления абсолютно идентичные, и они просто божественные, во-первых, они внутри очень мягкие и удобные, они такие немножко padded, поэтому у тебя нога не парится, они очень теплые, в них ты ходишь как на облаках, они безумно адекватные, по ценовому сегменту, очень качественно выполнены, и сейчас зимой, в том числе, с теплым носком, можно ходить с ними хоть в вечность, и вам может показаться, что, блин, ну а с чем носить эти резиновые сапоги? Господи, да совсем, с яркими юбками, с перьями, с минималистичными платьями, даже с моим сегодняшним платьем, я спокойно бы, кстати, надела эти сапоги, чем контрастнее по стилю изделия, с которым вы такие сапоги сочетаете, тем интереснее в результате получается образ, так что очень-очень советую. Следующий мой фаворит, это вот такой пояс, я его приобрела, мы были с Костей в Париже, меня пригласил бренды там на свой показ во время парижской недели моды, и, естественно, очень много времени пребывания в Париже мы провели за шопингом, о чем я, конечно же, не жалею, это просто прекрасно, французский шопинг, и шопинг в Париже, это самый лучший шопинг, ну, еще в Нью-Йорке классный шопинг, так вот, я очень захотела приобрести себе вот такой яркий красный пояс, это уже современный Селин Переходи с Лимани, так вот, что в нем очень классно, это как раз цвет, мне очень нравится, что он не широкий, он достаточно длинный, его можно на талии затягивать, и можно надевать джинсами, брюками и так далее, и он, за счет того, что его не так много, но цвет виден, он становится такой нежной точкой фокуса образа, особенно хорошо вытягивает какие-то глубокие тона, например, у вас глубокий болотный какой-то, я не знаю, бушлат, или глубокий болотный свитер или брюки, и когда вы добавляете такой чистый, насыщенный цвет, вы благодаря ему на контрасте другой цвет тоже вытягиваете, или на вас темно-синие, нейви брюки, и когда вы надеваете вот этот красный пояс, во-первых, сразу видно, что брюки не черные, а темно-синие, а во-вторых, сам темно-синий лучше акцентируется, так что вот еще такой небольшой вам лайфхак, пояс просто замечательный, и еще один пояс, который не могла не упомянуть, это из условно-бюджетного такого более сегмента, это пояс в Stories, вы, если смотрели, у меня на канале уже было видео про покупки, где-то здесь вверху, я его обязательно залинкую, так вот в этом видео я показывала, я купила себе, кажется, три идентичных пояса в разных оттенках, это базовый пояс кожаный в Stories, и это лучшая моя покупка вообще в этом бренде, это самые универсальные пояса, однозначно вдохновленные брендом The Row, но если честно очень качественные, которые прекрасно каждый из образов немножечко завершают, немножечко вытягивают и собирают, так что очень-очень советую. Дальше последние мои фавориты именно в модном сементе, это два фаворита из бренда Skims, первый из них это вот такой комплект, это пижамный комплект от бренда Skims, просто нежнейший, я его очень-очень советую, вообще мне кажется, что мало говорят о том, насколько минималистичный и удобный этот бренд, все говорят о том, что он на хайплен, потому что это бренд Ким Кардашин, но если честно, я все-таки привыкла судить о вещи по вещи, а не по тому, кто ее создал, если мы говорим конкретно по функционалу, поэтому вот такой здесь топ-рубашка, он очень нежный, здесь стретч, он не прилипает к телу, не электризуется, в нем безумно приятно спать, искренне и по дому тоже можно в нем ходить, и вот такие брюки, я брала на размер больше своего стандартного, я брала здесь у нас, да, S, чтобы был супер оверсайз, чтобы можно было вот очень комфортно передвигаться, я терпеть не могу спать в облегающих или обжимающих вещах, я вообще не понимаю, самое смешное в этой ситуации вот что, и напишите в комментариях внизу, увидели вы это, и был ли у вас, как говорят сегодня молодежь, кринж, значит, ситуация следующая, вы смотрите какой-то сериал или фильм, и героиня, типа, просыпается рядом с парнем, допустим, и она присыпается в лифчике, и ты такой, в смысле в лифчике? В лифчике с косточками? В лифчике с вот этой проволокой внутри? Кто просыпается в лифчике? Первое, что ты делаешь, если ты приходишь домой, и на тебе был лифчик, ты его снимаешь, причем еще вдыхаешь на полной грудь, и такой, господи, благо я прожил этот день. В смысле просыпаешься в лифчике? Ты спал в лифчике? Кто спит в лифчике? Напишите, пожалуйста, в комментариях внизу, если вы спите в лифчике, ничего личного, но я считаю, что это просто несерьезно по отношению к собственной свободе тела, поэтому все свободненькое, мягенькое, нежненькое, я обожаю в нем спать и ходить дома. И на этой волне, кстати, у меня еще и комплект Skims для дома, я его показывала у себя, во-первых, в видео про домашнюю одежду, и напишите в комментариях внизу вообще, как вам такой формат видео, снятый дома, снятый с такой расслабленной атмосферой, нравится ли вам такое направление, чтобы мы понимали, снимать вам больше такого или нет. Так вот, в этом видео я четко показала на себе этот костюм, это костюм, состоящий из такого кардигана на запах, дальше здесь брюки, супер-супер классные, я тоже их взяла на размер больше, это размер S, и они в итоге супер свободны, очень классно садятся, это очень теплый костюм. Если у вас дома жарко, я бы, конечно, не советовала его приобретать, но если у вас дома как раз прохладно, и вы по этому поводу переживаете, и думаете, блин, а что бы такое еще элегантное, или хотя бы симпатичное надеть дома, потому что если прохладно хочется просто укутаться максимально, то я прямо очень советую вот эти вот брюки, этот топ, и сверху еще можно надеть вот такой удлиненный кардиган, который можно, кстати, приобрести отдельно, и вообще в целом просто надевать его на какие-то платья, заматываться, он очень-очень теплый. Я дома специально иногда понижаю температуру, просто чтобы его надеть, потому что в жаре вы в нем, конечно же, жить однозначно не сможете. Теперь переходим к моим таким, знаете, мисс Ленни с фаворитом, значит, первое, что на 100% я рекомендую, это среди фильмов и сериалов однозначно сериал The Great. Я уже на канале о нем рассказывала, сейчас просто вышел следующий сезон, и я должна сказать, что это сериал, которого вы, я уверена, еще ни разу не встречали в своей жизни. Такого микса супер-сатиры, особенно созданной американцами в первую очередь, на мотив жизни Екатерины Великой, это просто что-то с чем-то. То есть уровень, во-первых, костюмов, для тех, кто любит одежду, стиль, я думаю, что вы на канале по этому поводу, в том числе, это гениальный фильм, потому что там, конечно, образы просто сумасшедши красивые. Во-вторых, это очень классный юмор сатира, и он где-то на грани с безумием находится, и в этом весь класс, при этом они при наличии этой сатиры и юмора умудряются оставлять какие-то сентиментальные моменты, где может даже там слеза проскочить. Прекрасная игра актеров, прекрасный в целом актерский состав, как главные роли, так и роли второго плана и так далее. Локации, тематика, неожиданность, всего, что там происходит, это просто высший уровень. И я тот человек, который редко ставит 10 из 10, но я бы этому сериалу поставила 10 из 10, потому что, кроме всего остального, такого вы, в принципе, не видели вообще, а это большая редкость, так что очень-очень советую. И последний мой фаворит этого года, и он как раз оказался в последние месяцы этого года, 2021-го, в котором мы снимаем это видео, это книга Марины Степновой «Женщины Лазаря». Ситуация следующая, я не раз видела в чьих-то списках любимых книг или любимых авторов Марину Степнову, я о ней слышала, но я в основном читаю либо классику на русском языке, либо все-таки иностранных авторов на английском, поэтому я как-то ее постоянно откладывала. Более того, если честно, обложки не до конца показывают наполнение книги. Обложки, блин, мне очень напоминали формат, знаете, какой-то Дарьи Донцовой, то есть абсолютная поп-детективная или что-то в этом роде тематика, и у меня было ощущение, что это совершенно мне не зайдет. И в какой-то момент я все-таки увидела ее в очередной раз у девочки, которая хорошо знаю, и я думаю, блин, ну нужно все-таки дать ей шанс. Можно подумать, что Марина Степнова такая ждала, когда Рита какая-то из Кивы даст ей шанс, но тем не менее. Я открываю книгу, и практически с первых страниц меня полностью вообще поглощает повествование, литературный язык, формат, отсутствие графоманства, но при этом способность очень красивыми эпитетами описать то, что происходит. Вообще формат повествования очень похож на одного из моих любимых вообще авторов, это Чехова. Слог, как она описывает то, что происходит, с чего она начинает. И в принципе я потом начала читать и другие ее произведения, я в принципе в восторге от этого автора, я могу ее смело рекомендовать. Но именно классно то, что я начала, мне кажется, с самой интересной и необычной ее книги «Женщин Лазаря». И вам может казаться одно, но эта книга совершенно о другом, поэтому «Женщин Лазаря» — это не книга о гареме, о бабнике каком-то и так далее, это вообще о другом, вообще-вообще о другом. И книга и действия ее происходят до Первой мировой войны, это еще и дореволюционная Российская империя, это, по-моему, даже как раз вот на волне свержения Николая II чуть дальше и вплоть до 90-х, до распада Советского Союза. Поэтому я прямо очень ее советую, мне безумно понравились все аспекты этой книги, о чем она, кому она, зачем она, главной идеей. И в связи с этим цитаты, которые я всегда включаю в свою рубрику «Фавориты», я сейчас скажу, и они из этой книги. И вообще это очень интересная тема, я мало говорю о личных отношениях, не мало, а просто в принципе не особо говорю о личной жизни, о личных отношениях. И сейчас не то, что буду что-то особенное рассказывать, так что не готовьте уши. Но тем не менее, я должна сказать, что человек, хоть раз, ощутивший глубинную такую любовь со своим партнером или с кем-то, но чаще всего мы здесь будем говорить о партнере, которая длится не один год, которая уже проверена временем, и которая такая теплая, приятная, она идеально описана здесь, именно в этой книге. И ее в принципе можно разобрать на цитаты, но вот эти две цитаты, они очень о том, что я хотела бы донести. И первая из них, здесь речь шла о двух героях, партнерах, мужа и жене и их взаимодействии друг с другом. Во всем этом была какая-то удивительная, трогательная, сразу понятная логика маленьких событий, из которых только и может сложиться большое счастье, логика маленьких событий, из которых может сложиться большое счастье. Это звучит просто невероятно. И здесь же тоже, в другой локации немножко. Это было счастье. Счастье, о котором никто не хочет мечтать, потому что никто не верит, что оно такое кухонное и простое. У меня там, вот я сейчас говорю, у меня мурашки. Счастье, потому что никто не хочет верить, что оно такое кухонное и простое. Потому что везде, во всех книгах, во всех фильмах, сериалах, все, что мы не смотрели, даже на самом деле мой любимый, один из любимых фильмов «Гордость и предубеждение» именно версия с Кирой Найтли и с, собственно, кто там у нас еще играет. Ну, в общем, с Кирой Найтли вы дальше поймете, что это за версия более поздняя. Даже там счастье, оно где-то на грани трагедии, драмы, любовь, мы не можем быть вместе, но можем, но непонятно, о господи, пафос, замки и так далее. А вот это счастье кухонное и простое, о нем никто на самом деле не говорит, что когда проходят вот эти моменты первого знакомства и каких-то таких недомолвок, в чем тоже бывает своя интрига, это тоже очень интересно, именно когда, что удивительно, наступает какая-то домашняя, теплая, расслабленная, даже рутинная обстановка, вот в этих маленьких моментах я в том числе нахожу большое, теплое, такое всеобволакивающее счастье. Поэтому, в принципе, наверное, и вам желаю тоже ощутить подобные ощущения с тем, с кем вам бы хотелось их ощутить, испытать. Так как у нас сейчас один из предновогодних выпусков и у нас позади новогодняя заставочка и новогоднее настроение и скоро Новый год, то вообще в предстоящем году желаю вам, чтобы вы испытывали только позитивные эмоции от всего, чего читаете, от всего, что приобретаете, от всех, с кем знакомитесь и, безусловно, обрели именно то счастье, которое вы чувствуете самое истинное. На сегодня это все. Пишите в комментариях внизу, что из фаворитов вам понравилось больше всего. Может быть, у вас есть какие-то свои фавориты, которыми вы бы хотели поделиться. С вами была Рита. Люблю целую. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...